В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Видном возобновили горячее водоснабжение в жилых домах после проведения профилактических работ. С 17-го числа мы уже запустились и в обед уже в многих домах города Видное горячая вода была. Внимание, эвакуация! В детском летнем лагере «Родничок» провели день пожарной безопасности. С помощью огнетушителя что можно сделать? Подожди. Молодцы. Кто знает. А как звонить пожарную охрану? 112-101. Молодцы. Спортивные каникулы. Расторгуевские мальчишки и девчонки показали свое мастерство владения мячом на турнире по дворовому футболу. Судить очень просто. Главное, не очень строго, чтобы, так сказать, малыши и ребята младшего возраста на меня не обижались. В Видном после проведения планово-профилактических работ по обслуживанию котельных и магистральных теплотрасс возобновили горячее водоснабжение в жилых домах. Ремонт теплосетей все еще продолжается, но уже никак не сказывается на комфорте жителей. Подробнее в нашем первом сюжете. Ежегодное отключение горячей воды в домах для ремонта и профилактики котельных и теплотрасс – событие уже давно привычное. Но многим по-прежнему доставляет массу неудобств. Между тем, именно благодаря таким мероприятиям удается избежать крупных аварий, в том числе в зимний период. В этом году горячее водоснабжение в Видном и близлежащих районах отключали на период с 4 по 17 июля. Вода должна была появиться в кранах 18-го, но коммунальщикам удалось завершить работы досрочно. Вчера, 17 числа, мы уже запустились и в обед уже во многих домах города Видно горячая вода была. К вечеру была у всех, в том числе и в Купеленке, это самый дальний участок. Сейчас котельная работает в штатном режиме. За процессом круглосуточно наблюдают операторы Центра управления тепловой станции. Это общая котельная насосная, где установлены сетевые насосы. И здесь можно видеть параметры на выходе из котельной. Вот 77, это мы даем в сеть. И 60 градусов, 58 – это обратный трубопровод, то есть параметры в норме, зачем операторы и следят. За период планово-профилактических работ нужно было проверить более 26 километров тепловых сетей. В этом году в ходе гидравлических испытаний было выявлено больше утечек, чем в прошлом. Все они были обнаружены и устранены в срок. Но есть еще слабые участки, мы продолжаем их ремонтировать. Вот, в частности, пионерский переулок, дом 9, сегодня еще ремонтируем. Это не влияет на подачу горячей воды и на давление в домах нисколько. Это больше именно подготовка к отопительным сезонам. На данный момент таких участков три. На проспекте Ленинского комсомола дом 13 и пионерском переулке дом 9 работа идут полным ходом. Труба гниет. И вот такой толстый, получается вот такая вот тоненькая. Вот, тут буквально миллиметр толщина, даже меньше миллиметра. Вот она свитится, просвечивается. И все, и когда давление даем, ее разрывается. Потом вырезаем старый кусок ржавый, до хорошей трубы доходим, ищем, где там нормальный металл, там хороший целый металл. И все, обрезаем этот ржавый и вставляем туда новую катушку. А вот на улице Третья Радиальная, возле дома 8, ремонт уже завершен. Произведена замена участка трубы с утечкой на новый диаметром 300, в профилактический период. В настоящее время участок раскопок подготовлены к асфальтировке. В ближайшее время будет произведено восстановление асфальтового покрытия и благоустройство поврежденной территории. Также в ближайшее время работы будут проводиться в овраге у 28-го дома по Советской улице. При этом ни по одному из адресов отключать горячее водоснабжение не планируют. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Внимание, эвакуация! С таких слов начался день пожарной безопасности в детском летнем лагере «Родничок» города Видное. Поскольку опасность была не настоящая, сотрудники МЧС привезли с собой массу интереснейших вещей, ребята получили от общения с огнеборцами только положительные эмоции. Равно как и наш корреспондент Максим Козлов. Вводные по пожару. Возгорание в седьмой группе расположено на первом этаже. Смотрим на ваши действия. Здравствуйте. Это служба охраны. Детский сад «Родничок». Жуковский проезд 23. Мне нужна пожарная часть. Возгорания, конечно, никакого нет. А вот пожарная машина и огнеборцы – самые настоящие. Пока под присмотром специалистов охранник выполняет необходимые действия, начинается эвакуация из группы. Разрабатывается модель поведения детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также персонал понимает и изучает дополнительно требования, как проводить правильную эвакуацию, по каким наикратчайшим путям выходить из здания, в котором либо задымление, либо произошло возгорание. В летнем лагере «Родничок» отдыхают школьники в возрасте от 7 до 12 лет. Подобные учения в рамках Дня пожарной безопасности – часть программы пребывания в учреждении. Эвакуировано 24 ребенка. Все в целости, в сохранности. Но это было только начало, а дальше – проверка знаний ребят и рассказ о работе пожарных. С помощью огнетушителя что можно сделать? Подотушить пожарную охрану. Молодцы. Кто знает. А как звонить пожарную охрану? Согнать. 112-101. Молодцы. Вот два телефона можно запомнить. В этом костюме также имеется защитное стекло, которое тоже отражает температуру. Группа слушателей подобралась инициативно. Например, во время рассказа о том, как работать с огнетушителем, поступило неожиданное предложение. А можно, допустим, сейчас его использовать? Он рабочий сейчас? Как правило, демонстрация работы огнетушителя не входит в планы лектора, но в этот раз решили отправил отойти. Благо, занятия проводились на свежем воздухе. Сильно распыляет? Сильно. Пыли будет, облако стоять хорошо. Не распыляй. Вот так. Но это я вот нажал полтора раза, грубо говоря. Представляете, что будет, когда мы нажмем и будем постоянно стравливать, то это будет большое облако порошка, которое как раз ограничивает доступ кислорода к очагу пожара и тем самым проводит его отнушение. Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть. Еще одна забава – поливать из бронспойта. Иди сюда. Держи. Можно тоже попробовать? Можно тоже попробовать? Тихо, тихо. Давай, чередик. Я послеваю. Судя по всему, в этот день ребята не только закрепили уже существующие знания, но и сделали маленькие открытия. Мне очень было интересно. Я многого узнала о пожарной машине. Я не знала то, что на пожарных машинах есть сверху пушка, которая стреляет водой. За столь содержательный день пожарной безопасности гостей решили без подарка не отпускать. Это вам от нашего лагеря. Это дети делали сами. Будет стоять на почетном месте. Стоит отметить, что в летних лагерях различным программам безопасности уделяется особое внимание. Связанные мероприятия с экологией проводим. Безопасность обязательно. Это ПДД обязательно у нас. Пожарная безопасность. Это всегда на протяжении всей смены. Постоянно повторяем и проводим какие-то мероприятия с детьми. В финале ребята разбились на команды и сразились в крестики Ноликино с поправкой на специфику сегодняшних занятий с помощью огнетушителей. Эвакуировались и поиграли. И много интересного узнали. День противопожарной безопасности в летнем лагере «Родничок» прошел на отлично. Максим, огнетушитель Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На стадионе у второго корпуса Видновской школы номер 5 каждый понедельник проходит турнир по дворовому футболу. Соревнования пользуются большой популярностью среди местных мальчишек и девчонок. Побывала на матчах и наша съемочная группа. Вот уже два года подряд юные жители Расторгуевской части города Видное показывают свое мастерство владения мечом на турнире по дворовому футболу. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке сотрудников местного территориального отдела и депутата Совета депутатов Гаджимурада Гаджимурадова. Возникла у нас ситуация после того, как дети испортили мост в Расторгуевской части города, в Расторгуевском парке. И тогда мы поняли, что сейчас это мост, завтра это будет забор, послезавтра это будут аттракционы, всякие игровые формы. И поэтому детей их не удержать в рамках какой-то дисциплины. Им нужен досуг. Каждый понедельник в пять часов вечера мальчишки и девчонки собираются на стадионе второго корпуса Видновской школы номер пять, чтобы сразиться в очередном поединке. Сначала у нас начинается разминка, потом мы делимся на команды и играем. В турнире таймы сокращены до 15 минут, а так все как в большом футболе. Поддержка болельщиков на трибунах, острые моменты у ворот, игрокам, нарушающим правила, желтые и красные карточки от судьи. Судить очень просто. Главное, не очень строго, чтобы, так сказать, малыши и ребята младшего возраста на меня не обижались, потому что, ну, кто любит судью? Никто практически. Но все же я стараюсь дружелюбно ко всем относиться. Команды разделены по возрастным группам. Участник турнира Дима Сосенкин профессионально занимается футболом. Считает, что при распределении нужно учитывать и уровень подготовки начинающих футболистов. Потому что некоторые ребята могут ходить на футбол, некоторые нет. И, ну, этим ребятам, которые, так сказать, не очень хорошо играют в футбол, будет трудно играть против таких, как я. Вместе с мальчишками в футбольных баталиях участвуют и девочки. Аня Пищулина не пропускает ни одну игру. Было очень сложно играть. То есть там была маленькая девочка, но взрослых в моем возрасте не было. Это сложно было. Мальчики только пинали мяч, мне практически не давали. Победитель по итогам матча определяется среди старших и младших команд. Для ребят результат встреч очень важен, чтобы проанализировать ошибки и не допустить их в будущем. Соперники играли нормально. Ну, и я тоже нормально. Я мог сыграть лучше. Потому что я устал очень. В начале было мало ребят. Сначала они понимали, кто, чего, зачем. А сейчас, как бы, уже получается, как само собой разумеющееся, что по понедельникам 5 часов футбол. Дождь, снег, солнце. Ребята приходят. Задача заманить ребят, как бы, завлечь. Это уровень, общеразвивающий уровень. Здесь не спорт, это какие-то достижения с завоеванием каких-то разрядов, а для того, чтобы интерес. Участие в турнире может стать первым шагом на пути к профессиональному спорту. Ведь многие знаменитые футболисты начинали свой путь именно с игр во дворе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Витное ТВ. И в продолжение спортивной темы на домашнем поле команда «Металлург» встретилась с Ковровцем из Владимирской области. Мотобольный матч прошел в рамках чемпионата России по мотоболу. Об итоговом результате и интересных поворотах игры расскажет наш корреспондент Юлия Погасен. В минувшие выходные на стадионе было шумно и многолюдно. Поддержать видновскую мотобольную команду пришли сотни горожан. Для «Металлурга» это восьмая календарная игра в рамках чемпионата России 2023 года. В составе команды противника игроки, хотя и молодые, но с каждым сезоном прогрессирующие, по мнению экспертов, Ковровец из Владимирской области планомерно возвращает свои позиции. Команда с большими традициями, с большими. Она девятикратный чемпионат Советского Союза, была многократная модель кубка Советского Союза еще, в Советском Союзе. Поэтому, ну я говорю, к сожалению, вот в последние годы немного сдали свои позиции, но тем не менее готовятся и команда, в общем-то, ну надо, в принципе, когда «Металлург» привык бороться за первое место, и за первое место надо бороться любого соперника, независимо от занимаемого рейтинга в турнирной таблице. Нужно оценить и играть с любым соперником в полную силу. Что «Металлург» и делало. Гости из Владимирской области так просто отдавать победу не собирались. Держали оборону, защищали ворота, да и забивать голы не забывали. Ковровчанам удалось закатить видновским спортсменам два мяча. В принципе, в принципе, не сильно напряженно, но, как всегда, любого надо соперника уважать и ценить, конечно, неважно, какой даже самый слабый, но не очень так напряженно, но довольно-таки нервы помотали. Матч получился захватывающий, и болельщики отметили красивую игру обеих команд. Болел за «Ковровца» и за «Металлург» за обеих команды болею, потому что у них тоже есть легендарный игрок Александр Салев. Эмоции, конечно, положительные, и хочу сказать, что такой техникой владеть, 250 кубов на такой скорости, и повороты, и остановиться, и видеть поле. Это, конечно, сложный вид спорта. С этим согласен и еще один новый болельщик команды «Металлург», серебряный призер Олимпийских игр, пловец Иван Гирев, который на мотоболе побывал впервые и остался под впечатлением. Мне нравятся на самом деле мотоциклы. В общем, ребята интересные, тоже все эмоциональные. Видно, что у них такие тактики свои, что-то они там перекидки делают. И интересно, очень много моментов зрелищных, где они там друг в дружку влетают, и во всем такие вещи, ради которых стоит приходить, посмотреть. Эта встреча закончилась со счетом 6-2. Теперь «Металлургу» предстоит отправиться в «Ковров» на ответную игру. Матч состоится на местном мотодроме 23 июля. Юлия Погасян, Александр Логин, Новгульна Рабалаева. Видно этого. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.